Добрый вечер, в эфире Вести Карачева-Черкесия. Сегодня Карачева-Черкесия присоединилась к единому дню сбора подписей в поддержку кандидатуры Владимира Путина на предстоящих марте нынешнего года выборах президента России. Сегодня в районных центрах и городах республики находятся представители партии «Единая Россия», которые помогают людям выразить свою гражданскую позицию. Также во всех населенных пунктах организован сбор подписей для всех, кто неравнодушен к будущему страны и своей малой родины. В Карачева-Черкесии на всех площадках, партийных площадках, которые мобилизованы для сбора этих подписей, работают партийцы. Мы мобилизовали весь партийный ресурс. В Черкесии сбор подписей проходит на площадке штаба общественной поддержки, в городах и районах. Они проходят на площадках наших общественных приемных, местных отделений и исполнительных комитетов. В данном случае хочу сказать, что мы находимся в здании штаба общественной поддержки. Это новая площадка для того, чтобы мы могли объединять здесь и общественные организации, и общественные деятели. Это возможность заявлять свои проекты, свои инициативы, вносить предложения. То есть это новый формат работы штабов общественной поддержки по всей стране. Сегодня в поселке Майский состоялась памятная церемония перезахоронения останков восьми солдат Красной Армии, погибших. В годы Великой Отечественной войны защищавших Карачева-Черкесию от немецко-фашистских захватчиков. В годы Великой Отечественной войны много бойцов остались непогребенными на поле боя. Их хоронили и устанавливали таблички с фамилиями. Но времени прошло немало, почти все сравнялось с землей. Возле поселка Майский Прикубанского района поисковыми отрядами были найдены останки восьми солдат Красной Армии, погибших при освобождении Карачаева-Черкесии от немецко-фашистских захватчиков. Карачаева-Черкесия необычная республика. У нас велись бои и на равнинах, и в горах. Говорят, что на территориях не всегда велись бои на высоте выше, чем 3000 метров. Поэтому мы копаем и на земле, и в горах. И всегда мы будем помнить, что мы должны найти каждого погибшего солдата. Это наша святая обязанность. Выступившие отметили, что сегодня как никогда важно помнить и чтить подвиг солдат в годы Великой Отечественной. Православный священник провел панихиду по погибшим на поле брани защитникам Родины. В облаженном успении вечный покой подачь Господи. Преснопамятным рабом Божьим воинам. Сергию, Киму, Василию, Максиму и Анну. И Анну, Василию, Василию. И за двори им вечную память. Вечная память. На фронтах Второй мировой бок о бок сражались представители разных национальностей и вероисповедания. Имам поселка Майский провел обряд дуа по погибшим воинам. И Аллах, прими наши молитвы, и Аллах, мы просим, чтобы Ты просил наших умерших, незаконно убиенных душ во время войны, те, которые еще не найдены, те, которые еще найдены. Постоянно мы участвуем, постоянно молимся за них, вспоминаем. В такой момент тоже нельзя, надо помолиться за всех. Я хочу, чтобы Аллах просил души их, принял их, как мученицкая смерть. Участники церемонии почтили память героев минутой молчания. Подружейные залпы и траурную мелодию останки солдат Красной Армии с воинскими почестями были преданы земле. Герои минувшей войны упокоились рядом с памятником, павшим за свободу и независимость нашей Родины. Представители общественных организаций, районной администрации, сотрудники полиции и следственного комитета, школьники и педагоги района, а также местные жители возложили цветы и венки к братской могиле павших воинов. Затем участники поисковых отрядов, активисты и неравнодушные жители района были награждены благодарственными грамотами за помощь и поддержку в проведении поисковых работ и увековечивании памяти погибших героев Великой Отечественной. В Карачаево-Черкесии следователь муниципального отдела МВД России Адыгихабльский предъявил 19-летнему жителю Ставрополя обвинение в двух покушениях за незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере. По данным фактам были возбуждены уголовные дела. Молодой человек был задержан сотрудниками уголовного розыска в лесном массиве, расположенном вблизи леса села Садовая, когда оборудовал там тайники с запрещенным веществом. В результате осмотра этих схронов, а также обыска по месту жительства в родном городе Фигуранта полицейские обнаружили и изъяли свертки с мефедроном общей массой почти 800 граммов. Кроме того, из квартиры задержанного жителя Ставрополя сотрудники полиции изъяли электронные весы и фасовочные материалы. На время расследования уголовных дел по ходатайству следователя муниципального отдела МВД России Адыгихабльский обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следственное отделение межмуниципального отдела МВД России Адыгихабльский в отношении 19-летнего жителя города Ставрополя возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного в части 3 статьи 30 пункта Г, части 4 статьи 228 Прим. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации, то есть за покушение на незаконность быть наркотических средств в этом размере. По моему ходатайству Адыгихабльским районным судом в отношении обвиняемого была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ходе оперативно-скрикми операций обвиняемый был задержан на месте завершения им. Тайникового заклада в южной окраине села Садового. В лесном массиве были изъяты 94 свертка с наркотическим средством мефедрон, общей массой 431 грамм. После чего, также по месту проживания обвиняемого в городе Ставрополь из дома были обнаружены изъяты свертки с наркотическим средством мефедрон, общей массой 357 грамм. Сейчас прогноз погоды на завтра от синоптиков. В Карачаево-Черкесии местами осадки, дождь и мокрый снег, в отдельных районах сильные. Ветер западный – 7-12 метров в секунду. В горах будут порывы ночью до 28 метров в секунду, днём – до 20. Температура ночи – минус 1, минус 6, днём – минус 1, плюс 4. Ночью и утром на дорогах гололедится. В Черкесске ночью и утром небольшой мокрый снег. Ветер западный – 7-12 метров в секунду. Температура ночи – минус 1, минус 3, днём – до плюс 3. Ночью и утром на дорогах гололедится. Сегодня в Центре одарённых детей «Спутник» прошло ежегодное республиканское совещание, на котором подвели итоги к государственной итоговой аттестации за 2023 год. Качество проведения, результаты, информационно-технологическое обеспечение и поставили новые задачи. Альбина Ламкова продолжит тему. Всего две недели осталось до 1 февраля. Финальные даты для выбора дополнительных предметов ЕГЭ. В нашей республике в лидерах по-прежнему остаётся общество знания. Стала популярна информатика. Подводя итоги государственной аттестации за 2023 год, было отмечено в высоком организационном и технологическом уровне. Всё прошло без сбоев и серьёзных нарушений, отметила министр образования и науки республики Инна Владимировна, добавив, что есть над чем работать. На рабочем совещании мы поставим определённые задачи на 2024 год перед руководителями образовательных организаций, которые они должны довести до сведения учащихся, и до сведения родителей. И, конечно, Республиканский институт повышения квалификации работников образования должен организовать методическую подготовку педагогов по устранению тех дефицитов и пробелов, которые имеются у учителей, чтобы устранить вот эти все как раз таки слабые места. И в следующем году результаты наши стали значительно выше. В среднем основной государственный экзамен сдают более 6 тысяч человек. Единый государственный экзамен – около 2 тысяч. К сожалению, есть те, кто остались и без аттестата в 9-11 классах. И, естественно, такие результаты не приветствуются. На собрании также обсудили ремонт в образовательных учреждениях в рамках реализации программы «Модернизация школьных систем образования». Нам надо будет перенести некоторые школы, пункты проведения экзамена в другие пункты проведения экзамена. Уже эту работу мы проводим на протяжении последних трёх лет. То есть единый государственный экзамен и капитальный ремонт – это хорошо, но есть моменты, которые накладываются друг на друга. Их сегодня также надо устранить. При проведении ГИА используются современные технологии. Осуществляется передача экзаменационных материалов по сети интернет, печати и сканирования работ участников непосредственно в пунктах проведения экзамена. Благодаря должной подготовке экзаменационная кампания 2023 года прошла в штатном режиме. По-прежнему будут использованы средства подавления связи. Они установлены в каждой аудитории. В этом году у нас уже выпускники 11 классов в декабре месяце участвовали в допуске государственной итоговой аттестации. Они участвовали в итоговом сочинении и сложении. 97% выпускников получили зачёт. То есть это первый шаг уже для того, чтобы участвовать в итоговой аттестации 2024 года. С 1 сентября применяется новый порядок проведения итоговой аттестации. С ними все выпускники муниципалитета и школы ознакомлены. Они незначительны, отметила Светлана Фёдоровна. У нас выпускники прошлых лет не имеют права участвовать в досрочный период. Они участвуют в основной период резервной дни. То есть это после 20 июня. Далее у нас регламентированы сроки обработки информатики в компьютерной форме по 11 классам. Раньше это было 4 дня. Сейчас за 2 дня идёт обработка, потому что экзамен проводится в компьютерной форме. Далее у нас конфликтная комиссия, которая раньше просматривала апелляции. Она переименована в апелляционную комиссию. Альбина Ламкова, Михаак Аракелян, Вести Карачаева, Черкесия. Сотрудники, военнослужащие и ветераны управления Росгвардии по Карачаева-Черкесии во главе с заместителем начальника территориального управления по военно-политической работе полковником Виталием Повелиться в рамках благотворительной акции «Твори добро» навестили воспитанников Республиканского дома-интерната для детей-инвалидов «Забота» в микрорайоне Московский. Росгвардейцы встретились с педагогами, ознакомились с учебным процессом учреждения, посетили уроки. Ребята рассказали гостям о своих успехах в учёбе, спели любимые песни и прочитали стихи. Показали поделки, сделанные своими руками. Ваше теплое внимание к нашим воспитанникам помогает сделать их жизнь веселее и ярче. Спасибо, что являетесь постоянными гостями в нашем общем доме, не оставляете без внимания детей с ограниченными возможностями здоровья, отметила директор учреждения Елена Червонова. В завершении встречи росгвардейцы поблагодарили коллектив дома-интерната за неоценимый вклад в воспитание особенных детей и вручили подарки. От лица сотрудников и воспитанников нашего учреждения «Забота» мы благодарим Росгвардию за заказанную помощь. Ваше тепло, ваша забота, ваше внимание к нашим детям помогает сделать жизнь наших воспитанников лучше. Они знают, что они любимы, что о них заботятся, что есть люди, которые готовы прийти к ним в гости, пообщаться. Подарить им свое тепло. Спасибо за общение, потому что самое главное в жизни любого человека – это общение с людьми, которые близки по духу. Вы с любовью приходите и разговариваете с нашими детьми. Это очень ценно. Мы всегда ждем вас в гости и желаем вам успехов, счастья, радости. А самое главное – мира, мира на земле, чтобы было желание жить и творить добро. Это все вести на сегодня. Прямо сейчас смотрите продолжение сериала «Склифосовский». Я прощаюсь с вами. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры подогнал «Симон»! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Продолжение следует...